Внимательней! Внимательней! Подойди сюда! Мустафа, я сказал тебе, подойди! Подойди ко мне! Не смей поворачиваться ко мне спиной! Я твой отец! И я же твой повелитель! Что за наглость! Таким у нас растет наследник! Кто должен отвечать за подобное проявление неуважения? Уйди! Ты не Glad! Ты не посиди войскам, потому что за более новой, кто собственный в Старстве вдруг играл сюда! Ну, я пришел ручно! Всё время! Когда вы разберете… Мне во втор자� problèmes! Чтобы ты назад ляг downstream талантлив murder! Не обвиняйте мне! Паша Хазрит Лири, говорят, вы хотели меня видеть? Что, соскучились по мне? И как же ты узнала? Что? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Не играй со мной. Ты говоришь про подругу, которую в охотничьем домике прячешь? Птички мне напили. Все тайное становится явным. Ты это знаешь. Ты бы птичкам этим особо не доверяла. Шейки-то у них тонкие, мне их свернуть ничего не стоит. Да, убивать ты правда умеешь. Я помню. Хюрем Хато, не связывайся ты лучше со мной. Думаешь, если Лука умер, то ты теперь в безопасности? Поверь, жизнь твоя и жизнь твоих детей до сих пор еще в моих руках. Ты теперь ничего не сможешь доказать. Ты так уверена в этом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что же ты, Паша, прячешь в рукаве? А ты, Хюрем, давай, давай. Плети своей козней и дальше. Пытайся меня уничтожить. И узнаешь это, и все узнают, Хюрем Хаду. Но учти, виновата в этом будешь ты, а не я. У меня в рукаве, как ты сказала, твой смертный приговор. Ты лжешь, Паша. И я все знаю. Ты прячешь для своих утех девушку в охотничьем домике. Так что не думай, что ты сможешь запугать меня, Паша. Слушай, ты же очень неглупая женщина. И тебе как-то не пристало угрожать мне заведомой ложью, Хюрем. Должен тебе заметить, что девушка, о которой ты говоришь, она ведь не моя. Это дорогая гостья нашего повелителя. Нет, это неправда. Не может быть. Аша Хазрит Лири. Не сейчас, Сымбюлягэн. Аша, из вашего дворца пришла тревожная весть. Сын ваш, Мехмед, заболел. О, Аллаха, что с ним такое? Да я ничего не знаю, госпожа. Сказали, заболел. Сын ваш, Мехмед, заболел. Сулейман, что с тобой? Ты здоров? Ты стал таким мрачным. Что тебе надо? Мне ничего. Я волнуюсь за тебя. Что-то тебя тяготит. Я ведь вижу. Я хочу побыть один. Понимаю. Валиде тебе что-то неприятное сказал. Не лезь в дела, которые тебя не касаются. Ты прав, не буду. Извини меня. Но мне просто хотелось тебе как-то... Я сказал, оставь меня. Да, мой повелитель. Змей Ибрагим. Наврал мне. Опять затеял грязную игру, чтобы разлучить нас, посеять во мне сомнения. Не хотите поехать к Хатиджи Султан, госпожа? А что это идея? Послушаем, что она поведает нам. Вели приготовить карету. Госпожа. Как он? Что с Мехмедом? Я так испугалась, когда узнала. Я все-таки почти роды принимала. Он начал вдруг кашлять. Температура поднялась. Но уже все хорошо. Ну и чудно. Сыночек. А как вы, госпожа? Ну-ну-ну-ну. Положи в колыбель. Отдохните немного, госпожа. Вы устали. Паша Хазред Лири. Вас ждет на сухой Фенди в саду. Я скоро вернусь, госпожа. Госпожа, я же предупреждала. Ребенок еще слабенький. Не позволяйте никому трогать его. Он заразиться может. Да никто его не трогал, кроме нас. Да. Не знаю, как вышло. Благодарю тебя за беспокойство о моем сыне, Хюрем. Поезжай домой. Я очень устала. Отдохну. И вы идите. Все уходите. Конечно, госпожа. Госпожа, сейчас не время, простите, но я беспокоюсь. Вы узнали, кто та девушка, которая живет в охотничьем домике? Я его не спрашивала. Ибрагим все рассказал сам. Паша никого там не прячет от меня. Эта девушка приехала к султану. Он ее навещает довольно часто. И кто эта девушка? Не важно. Повелитель вправе видеться с кем хочет. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое? Вот настырная. Все расспрашивает. Ну, а то и самой девушке. Но вы не сказали, надеюсь? Нет, естественно. Теперь она будет мучиться. Госпожа, я на лестнице вас увидел. Бегу, бегу. Догнать не могу. Ой, какая вы бледная. Не лефир. И ты уже за них. И тебя купили они. Госпожа, что вы? Кто меня купил? Как купил? Ты солгал мне. Наврал! Значит, Ибрагим прячет девушку в охотничьем домике, да? Так мне сказали. Клянусь вам. Ладно, но впредь не советую тебе говорить не то, в чем ты не уверен. Иди и выясни, кто эта девушка! Думаю, всю правду знает Сюмбюляга, госпожа. Но я слова вытянуть из него не могу. Как не бьюсь. А вас он боится. Соловьем запоет. Пусть сейчас же придет. Да его вроде нет, госпожа. Он куда-то вышел. Найди! Слушаюсь, госпожа. Госпожа, вы хотели меня видеть. Сюмбюляга, скажи, мой друг, за что ты меня не любишь? О, помилуйте. Я люблю вас. Да, люблю больше всех. Почему же у тебя есть секреты от меня? Какие? Я говорю о девушке в охотничьем домике. Что ж ты мне не рассказал? А девушке? Какой девушке? Так кто же она, а? Это неверное. Ты ведь ей прислуживаешь. А ком вы? Я теряюсь просто. Хочешь сладкой жизни, я устрою. А ну, рассказывай. Я ничего не знаю, правда, госпожа. Если бы знал, я рассказал бы вам сразу. Нет, ты лжешь. Тебя видели там. Госпожа, простите. Мне запрещено строжайше об этом говорить. Я рискую головой. Ой, великий Аллах. Сулейман опять не изменяет. Что? Что же мне делать? Паша. Рада повидаться перед вашим отъездом? И я тоже рад. Не хотелось без вашего обещания молиться за меня опускаться в путь. Правильно. Можно ведь и не вернуться. Хотя не бойтесь. Вас защитят статуи в вашем саду. Повелитель очень занят. Вы заметили? Вот уж немало времени, он для вас всегда занят. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазрет Лери! Олиде. Садись, сынок. Я за Мустафой пришел. Идем, сынок. Покатаемся с тобой верхом. Повелитель, а вы будете в саду кататься? Нет. Мы поедем к золотому рогу в лес. Идем, Мустафа, а то вечерей тоже. Сембель, предатель, обманщик. Так и не стал умнее. Кому прислуживает, не знает. Ведь у повелителя есть гарем. Она была бы здесь, если бы интересовала его как женщина. Зачем там ее держать? Мой как следует свою госпожу. Грязь с нее сходит не так-то просто. Ах, ты так следишь за собой. Я прямо тебе завидую. Молодец. Ты же все ночи проводишь одна. А всегда ходишь в баню. Ты считаешь, что повелитель твой. И только твой. Ты его одна-единственная женщина. Но это лишь иллюзия. Агония твоего сердца. Тебя тоже постигнет. Такое же несчастье, что пережила я. И очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин